Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гиргель. Здравствуйте. Новый археологический парк, не уступающий мировым, появится в Казахстане. Городище Культобе – самая древняя часть Туркестана, считается грандиозным архитектурным объектом Казахской степи. Эльбасы презентовали по созданию парка Городище Культобе. В Туркестане Нурсултану Назарбаеву доложили и о планах построительства парков и арбата нового города, облик которого меняют с каждым днем. Айгуля Дилова с подробностями. В разных частях городища Культобе найдены три книги, написанные арабской вязью. Одна из них хранилась в печи, предварительно книги толкования Корана. В ритуальных комнатах здания нашли множество ценных экспонатов. Каждый из них открывает уникальную картину жизни в четырех исторических периодах. Самые ранние архитектурные памятники Культобе датируются первыми веками нашей эры. Те, что помоложе, из эпохи казахского ханства. Культобе – свидетель тысяч лет степной истории. Вот сегодня сердце Туркестана вновь начинает биться прежней силой. Силой, которая и дала жизнь известному на весь мир городу Великой степи. Раскопки и исследования, которые ведутся на городище Культобе, на сегодняшний день – это самые масштабные раскопки в Казахстане. Это самый масштабный проект, который имеет и археологическую составляющую, и научно-исследовательскую. Мы привлекли к этому проекту свыше 200 человек. Туркестан имеет важное значение не только для казахского народа, для всего тюркского мира. Это один из древнейших городов. Ельбасе, подчеркивая значимость переноса областного центра в Туркестан, объяснял. В судьбоносные времена истории здесь принимались важные решения относительно будущего, в том числе и наших современников. Это священный регион, об этом никогда не забывалось. Здесь захоронены множество ханов, султанов и биев. Когда мы получили независимость, мы рассматривали вопрос переноса столицы и сюда. Я тогда много раз думал, приезжал сюда. Но тогда для этого здесь не было условий. Сейчас же мы сделали Туркестан областным центром. Вы знаете, что это место – центр всего тюркского мира. Я верю, что соседние республики внесут свой вклад в развитие города. Строительство Туркестана на личном контроле у первого президента. Ельбасе доложили о ходе раскопок к Культубе. Нигде больше в одном месте не увидишь срез нескольких периодов. Раскопки будут продолжаться и в последующие два года. Городище станет важнейшей частью туристического маршрута. Если сейчас поток туристов в Туркестан составляет около полутора миллионов, то открытие парка позволит повысить их количество до семи миллионов. Раскопки древнего городища идут так же интенсивно, как и строительство современного города. 28 объектов – это и новый Акимат, и медиа-центр, дворе школьников, стадион, восточная баня, множество парков и аллей. С ходом их строительства ознакомили Ельбаса. В наших планах, что в мегаполисах Шимкент, Алматы и Нур-Султан активно будет развиваться культура и экономика. Другие города пойдут по тому же пути. Туркестан в первых рядах. Здесь ведется строительство 175 объектов. 102 будут сданы в этом году. Я собрал представителей разных областей. Все они помогают строить город. Верю, что эта большая работа нам удастся. Город расцветает. Сейчас здесь живут 170 тысяч человек. Будет 500 тысяч. Будут парки, дороги. Туркестан станет одним из символов страны. Священный город, политическая и духовная колыбель казахского ханства и тюркского мира ведет отсчет новой истории. И тем ценнее прошлое. Его здесь оберегают особенно тщательно. Тем трепетнее отношение, что в священной земле захоронены 21 хан, 30 батыров, бии, султаны. В середине следующего года, когда пройдет два года с подписания указа, мы встретимся вновь. Я много раз приезжал сюда. Контролировал ремонт мавзолея, открывали университет. Все это было частью подготовки создания здесь областного центра. И мы к этому пришли. Всех вас с этим поздравляю. Туркестан станет большим областным центром. Ельбасе, объявив о создании Туркестанской области, отметил. Строительство города, создание административной единицы, возможности для развития всей страны. Туркестан – священный город, в памяти которого сюжеты многих исторических эпох. Об этом свидетельствуют археологические находки разных времен. Особая роль у этой святой земли была как глубокой древности, так и сегодня. История города – это история всего тюркского мира, но прежде всего казахского народа, который, как и все успешные нации в своем стремлении вперед, никогда не забывает об истории. И свято чтит ее, понимая, что без прошлого невозможно построить будущее. В столице стартовал прием заявок на получение арендных квартир для работающей молодежи. Вручить ключи, намеренные до конца этого года. Чтобы успеть к запланированному сроку, Кемат выкупил жилье на вторичном рынке. А уже со следующего года арендные дома построят, как говорится, с нуля. Что сделано в стране в год молодежи? На какую поддержку могут рассчитывать молодые специалисты? Итоги подвели сегодня на правительственном части Мажелеси. Все подробности в материале Сабины Балашкиной. В стране действует дорожная карта. Она стала своего рода главным документом по воплощению самых важных идей. И в первую очередь ориентирована поддержать тех молодых людей, которые хотят учиться и работать. Я помню себя, когда я была молодая, когда я относилась к молодежи, мне нужно было образование хорошее и работу. Но все, ну больше ни на что я не рассчитывала на государство. Сейчас условия, конечно, совсем другие. Молодым и жилье, и подъемные, и различные программы, и для поддержки бизнеса, кредиты без залогов. Ну, в общем, сейчас совсем, конечно, другая ситуация. И молодежи намного проще сейчас развиваться, чем, например, мне было в начале 2000-х. Из 89 пунктов дорожной карты реализованы только 13. Остальные на стадии исполнения. К примеру, проект «Жаскасипкер», который дает возможность молодежи обучиться основам предпринимательства, рассчитан на три года и завершится лишь в 2021 году. Однако не все проекты так успешно воплощают в жизнь. Некоторые под угрозой реального срыва. Главные причины – это несогласованные действия госорганов, как в центре, так и на местах, реорганизация отдельных министерств или же отсутствие интереса поставщиков к участию в отдельных конкурсах. Так, касательно пункта 16, предусматривалась реализация министерством труда проекта «Найди себя», направленного на проведение профориентации молодых казахстанцев. Первый конкурс признан несостоявшимся. Проводятся повторные конкурсные процедуры. После окончания вуза молодым специалистам сложно найти работу. Выпускников не берут из-за отсутствия опыта. Решить проблему с безработицей поможет проект «ЖАСМАМАН». В течение трех лет молодежную практику пройдут 30 тысяч человек. Когда молодой человек приходит к работодателю, работодатель может его совершенно бесплатно взять на работу в течение шести месяцев. И в течение этих шести месяцев государство выплачивает за него заработную плату. И после, уже в течение шести месяцев, этот молодой человек может себя проявить, показать, понравиться работодателю, и тот дальше уже возьмет его на постоянную работу. До конца этого года в столице планируют выдать больше тысячи арендных квартир. Причем основная их часть – однокомнатные и порядка 200 – двухкомнатные. Чтобы уложиться в сроки, акиматы выкупили жилье на вторичном рынке. А уже со следующего года арендные дома будут строить с нуля. Ежемесячная оплата от 5 до 15 тысяч в тенге. Срок аренды – 5 лет. Предполагается, что за это время молодые люди накопят финансы на покупку собственной квартиры. Подавать заявки на арендное жилье может также молодежь из Алматы и Шимкента. Можете сказать конкретно, когда молодежь этих трех мегаполисов получит ключи от квартиры? Вопрос звучал так. В эксплуатацию этих домов будет в ноябре-декабре месяц. Я думаю, по заверениям Акимата, в ноябре-декабре будет получать ключи от квартир. Если проект себя оправдает, то в будущем его внедрят и в других регионах Казахстана. В случае вашей поддержки планируется поднять вопрос строительства арендного жилья для молодежи в остальных регионах страны, начиная с 2022 года. Для реализации намеченных планов необходимо внести поправки в плановый бюджет 2021 года. Там, к слову, не меньше половины расходов планируют направить на строительство арендного жилья для казахстанской молодежи. В одной из столичных многоэтажек рушатся сцены, потолки, в квартирах проваливается пол. В опасных условиях живут десятки семей, которым некуда идти. Переселение их в новый жилой комплекс запланировано лишь на 2022 год. Однако, по словам жильцов, в доме опасно жить уже сегодня. Но обращения в государственные органы результатов не дают. Как столичные власти собираются решать проблему ветхого жилья, выясняли наши корреспонденты. Жители дома по улице Кутпанова, 32, опасаются, что дом может развалиться в любое время. Еще четыре года назад жилое строение признали аварийным. Невооруженным глазом видно, в доме жить опасно. Однако, Алена Бугалкова живет здесь последние 25 лет. Из-за постоянной сырости в доме ее внук болеет хронической астмой. Пол постоянно проваливается, потому что под ним стоит вода. Здесь постоянный засор. Постоянно забивается колодец. У нас постоянно все это поднимается. Мы раз в полгода вызываем КСК, чтобы нам прочищали вот это вот все. Ну, так и живем как-то. В Акимате к нам даже депутат приходил. Я не помню, как его фамилия. Ну, постоял, штукатурку пообдирал. Говорит, да, дом ветхий, мы займемся. Уже прошло года, наверное, три или четыре. Про нас все забыли. И все, мы так и живем. Делать в квартире ремонт, говорит Алена, просто бессмысленно. Дом просел и держится лишь на камнях. Тяжело даже заходить в подъезд. Жители этого дома в последний раз обращались в Акимат две недели назад. Но диалога не получилось. Группу активистов даже не пустили в администрацию. Но по телефону сообщили, что снос дома запланирован на 2022 год. Первый подъезд там течет, крыша провалилась уже однажды, они фанерой забивали. У меня в зале тоже, когда перед тем, как мы вот почему положили вот эти плитки, тоже упало все. Там такая дырища была. Тоже муж у меня пока живой был, он фанерой забил, плитку положили наверх. Не видно. И вот эти всякие мелочи, я говорю, у нас дом, страшно жить в нем. Страшно. И никому ничего не надо. Возможно, его перенесут на 2022 год. Ой, на 2020 год. Но это при том случае, если будут поступления квартир в коммунальную собственность. На следующий год у нас поставлено одно большое общежитие пятиэтажное. Там 149 квартир. На 2021 год поставлено второе общежитие Янушкевича. Там 186 квартир. Поэтому и при поступлении, еще при увеличении квартир, то, возможно, все те дома, которые будут в худшем состоянии, будут переноситься на ближайшее время. В столице насчитывается 110 аварийных домов. Жители 12 из них переедут в новые квартиры уже до конца этого года. Остальным придется подождать. Гульнара Хасан, Роман Сидов, Адиль Газатолемис, Хабар 24. Жители новостройки по улице Петрова беспокоятся, что их дом рухнет. На балконе одного из верхних этажей жилого комплекса «Орбита» пошли трещины. Жильцы въехали сюда в 2012 году, но официально дом так и не был сдан в эксплуатацию. Недобросовестный застройщик построил в доме шесть лишних этажей, которые необходимо было снести. Но к тому времени там уже жили люди. По словам экспертов, фундамент здания не был готов к дополнительной нагрузке. Это и могло стать причиной появившихся трещин. У этого жилого комплекса есть еще одна проблема. С фасада падает облицовочная плитка, а рядом находится школа, и родители опасаются за безопасность детей. В Акимате Нурсултана сообщили, что сейчас проводят техобследование многоэтажки. Вы видите состояние нашего дома. Плиты всегда падают. В один день прямо передо мной обрушился кафель. Если, не дай бог, упадет кому-нибудь на голову, кто понесет за это ответственность? Мы приобрели квартиру в 2013 году и до сих пор не получили документ. Живем уже шесть лет, платим исправно налог, коммунальные службы и так далее. Но посмотрите на состояние нашего дома. Имеется план мероприятий, в рамках которого планируется провести усиление конструкции этого дома, замену фасада и, соответственно, ввод в эксплуатацию. За счет резерва Акимата, чрезвычайного резерва Акимата, уже выделено 23 миллиона тенге на оформление проектной технической документации. В семье аварийными признаны 22 многоквартирных жилых дома. Все они, по словам специалистов, подлежат сносу. Самой старой постройке больше 110 лет. Аварийными их признала жилищная инспекция еще пять лет назад. По заявлению экспертов, барачные и саманные дома не подлежат ремонту и восстановлению. Но, несмотря на ветхость этих зданий, там продолжают жить люди, а это 480 человек. Специальной программы по сносу старых домов в регионе нет. Этот вопрос помогают решать частные застройщики, но их привлекают земельные участки лишь в центре города. Только в этом случае предприниматели готовы выкупить старые квартиры. Снос жилых домов, городских программ по данному поводу не существует. Финансирования нет. Областного финансирования тоже нет. На сегодняшний день никаких поручений по данному поводу не поступает. И нет информации о том, будет ли в общем по Казахстану программа сноса аварийного жилья. А проблемы действительно имеются. Есть дома, которым буквально необходим снос. Эта проблема требует решения. Но, к сожалению, за счет средств города или области, например, ее решать никаким образом не получится. Актюбинские фермеры провели сегодня станционированный митинг. Сельхозпроизводители заявили, что из-за невыплаты субсидий оказались на грани банкротства. На сегодняшний день крестьянским хозяйствам региона задолжали почти 4 миллиарда тенге. А с учетом новых поступающих заявок эта сумма до конца года врастет до 6 миллиардов тенге. Наталья Салькова расскажет подробнее. Долги перед фермерами региона тянутся с прошлого года. Сельхозпроизводители говорят, что устали обивать пороги различных инстанций. И сегодняшний митинг – это попытка привлечь внимание к проблемам отрасли. В акции приняли участие больше ста сельхозпроизводителей. Это не только местные фермеры, но и представители других регионов республики. В хозяйстве Вадима Халиулина около 300 голов скота. По программе породного преобразования фермеру должны выплатить 3 миллиона тенге субсидий. Но вместо денег – только обещание погасить долги. Мне придется вырезать скот. Вырезать скот для того, чтобы погасить долги, чтобы рассчитаться, расплатиться. То есть у меня, получается, не развитие будет, а я уже буду падать вниз. И в такой ситуации оказались десятки небольших крестьянских хозяйств. Фермеры говорят, что погрязли в долгах у многих кредиты. А к проблемам с субсидиями в этом году добавился неурожай. Все это может привести к росту цен на мясо и молоко. Фермерам, если не помочь, это по всему Казахстану, эти ребята будут вынуждены закрыться. В последующем это потечет таким образом, что наши прилавки запустили. Мы пережили это, видели же. Это повторение мы не хотим. Чтобы погасить долги перед фермерами региона, нужно почти 6 миллиардов тенге. Чиновники объясняют, что часть денег, выделенных в этом году, потратили на погашение прошлогоднего долга. Отсюда и дефицит средств. Мы подали заявку в Министерство сельского хозяйства на 5 миллиардов 900 миллионов тенге. Однако, несмотря на то, что Минсельхоз нас поддержал, Министерство финансов еще не выделило деньги. Этот вопрос сейчас рассматривается. На сегодняшний день одобрена заявка на выплату 2 миллиардов 185 миллионов тенге. Остальные заявки в резерве. Долги 100% будут выплачены либо до конца этого года, либо в феврале следующего года. В Минсельхозе говорят, что в последние годы заявок на участие в госпрограммах очень много. Сельчане массово завозят породистый скот. Но главная проблема в недофинансировании отрасли. Денег на всех попросту не хватает. У нас есть потребность в дополнительных субсидиях. Общая потребность в этих субсидиях 36,8 миллиардов тенге по животноводству. Эти субсидии в этом году не были выплачены по тем причинам, что заявки поступили поздно. Те деньги, которые были освоены, их получили другие сельпоставаропроизводители. Ту потребность дополнительную мы просили при уточнении бюджета, которая не была поддержана из-за того, что в целом финансо-экономическая ситуация в стране. И у нас в правилах субсидирования есть норма, которая позволяет эти субсидии оплачивать переходящим режимом в следующем году. И вот 1 числа было совещание у премьер-министра, где было принято решение, что те субсидии, которые являются задолженностью, будут закрыты с бюджета следующего года. А та разница, которая возникнет, в следующем году она будет заявлена как дополнительная потребность в финансировании. Сегодня во время акции, а это, к слову, первый санкционированный митинг фермеров, сельхозпроизводители потребовали выплатить субсидии по одобренным заявкам. Либо приостановить кредитные обязательства сельчан до тех пор, пока не решится вопрос с субсидированием. Все это они изложили в резолюции. Обращение наше, оно уже адресат, и у нас они есть уже. Во-первых, в таком области. Второе, это Минсельхоз и Минфин. И третий президент. Мы обращаемся, будем обращаться с теми вопросами, которые сегодня озвучим. Фермеры говорят, что помимо невыплат субсидий, проблем в отрасли накопилось немало. Для их решения не создали общественное движение фермерских центров. Наталья Салькова, Айнадин Болдобеков, Актубе, Хабар, 24. В так называемом уголовном деле Древний Рим поставлена точка. 19 лет колонии строгого режима получил главный фигурант громкого процесса. 19-летний карагандинец Юсуф Нурулу признан виновным в убийстве. Судей доказали, что именно он нанес несколько ударов ножом. Шесть человек приговорены к трём годам колонии каждый, а шестеро получили ограничение свободы на 4,5 года и были освобождены из-под стражи в зале суда. Ещё двое подозреваемых и вовсе избежали уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Напомню, массовая драка в ресторане «Древний Рим», в результате которой погиб человек, произошла в новогоднюю ночь. В конечном итоге от полученных телесных повреждений Ажан Сеид скончался. Буквально отойдя от этого места, где получил телесные повреждения, буквально 10 шагов. Просмотрев видеоматериалы, изучив все доказательства по делу, допросив всех свидетелей, достоверно установлено 32 человека выбегало на улицу. Достоверно установлен круг потерпевших, которые приезжали на место происшествия на пяти машинах. Актаусского стоматолога, обвиняемого в жестоком обращении с ребёнком, привлекут к административной ответственности. 1 ноября видеоинцидент разлетелось по сети. В настоящее время идёт судебно-медицинская экспертиза. Молодого дантиста уволили с работы, но этого, по мнению матери мальчика, недостаточно. Женщина требует наказания для обидчика сына. Пятый день Козгалдак-Сапарова получает помощь в городском центре жертв бытового насилия. Так сложились семейные обстоятельства. Разлад с мужем объясняет своё положение мать четырёх детей. Старший сын снова не пошёл в школу. До сих пор не может оправиться от пережитого, отмечает женщина. Сыну 7 лет, у него диагноз ДЦП. Я зашла в кабинет вместе с ребёнком, так как он не мог сидеть на кресле, плакал. Врачи попросили поторопиться и успокоить мальчика. Сын, видимо, на меня так реагировал. Я вышла, попросила врачей удалить зуб. Слышала за дверью, как кричал сын, но я не думала, что на него могут поднять руку. Увидев запись, мне стало плохо. За что они так с моим ребёнком? Зуб не удалили, зато побили. Выйдя с кабинета, мальчик сообщил матери о побоях. Поверив сыну, женщина настояла на проверке камер видеонаблюдения. После чего донтист и его коллеги стали извиняться. Виновник инцидента записал видеообращение и опубликовал его в сети. К нам пришла мать с ребёнком, попросила принять вне очереди. Сказала сын-инвалид. Мы приняли, но я не бил мальчика. Да, я немного припугнул, чтобы на стуле сидел ровно. Я извинился перед матерью и ещё раз хочу попросить прощения у всех казахстанцев. Молодой донтист последние два года трудился в областной стоматологии. Обладатель знака отличал тембельга на красный диплом, окончил медицинский вуз. Тулигена Мухамбетова знают как способного и перспективного врача. Однако после инцидента в стоматологическом центре с ним попрощались. Поведение врача не соответствовало этике. Поступило обращение от матери. Изучив видео, комиссия приняла решение уволить его по статье 64 Трудового кодекса. В день происшествия Казгалдак Сапарова заявлением обратилась в правоохранительные органы. Нужно оценить степень нанесения вреда. Будет это 73-я часть, первая или вторая административного кодекса, сейчас мы сказать не можем. Идёт судебно-медицинская экспертиза, после чего будет установлено, по какой статье привлекут к ответственности. Разобраться в ситуации по закону просит мать пострадавшего ребёнка. Точку в данном деле поставить в суд. В Караганде начались слушания по делу о гибели ребёнка на аттракционе. На скамье подсудимых супружеская пара, владельцы перевернувшегося Батута. Их обвиняют в оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности, повлекших смерть человека. Как выяснилось ранее, глава семьи занимал должность начальника пожарной части города Абая. По официальной версии, за пять дней до трагедии он уволился. Владельцы Батута представляют три адвоката и общественный защитник. Они просили суд отправить дело на доследование. Однако ходатайство отклонили. Теперь все обстоятельства происшествия будет изучать суд. Напомню, 25 мая в центральном парке города сильный порыв ветра перевернул 800-килограммовый Батут, который, несмотря на погодные условия, продолжал работать. 12-летний мальчик погиб на месте. Ещё два ребёнка получили серьёзные травмы. Одного из них придавило железным киоском. Он у меня единственный ребёнок, конечно, был. Я себя чувствую, знаете, как инвалидом. Как будто у меня половину отрезали, что ли. Это мой помощник. Он мне так помогал. Такой у меня молодец. Моя опора. Вот осталась без него. Я мама ребёнка, которого остался под кассой. Сейчас он ходит с палочкой. У него на ноге сейчас пластина стоит. Зрение у нас упало. Теперь он в очках ходит. Ещё сколько лечения мне предстоит восстановить его. И вообще гарантия, где он в будущем будет заниматься спортом, не будет. Вопрос большой стоит. И стоит вопрос об его инвалидности. У меня уже один ребёнок ДЦП есть на руках. И вот что одного тащить, что ещё второго параллельно, это очень тяжело. В Шамгенте выясняют причину смерти детей. По предварительной версии, семья отравилась племенями местного производства. Сейчас полуфабрикат проверяют в лаборатории. Катерина Попкова с подробностями. Жители этого многоэтажного дома потрясены случившимся. Соседи не верят, что погибли малыши, которые ещё недавно гуляли и смеялись по этому коридору. Трагедия произошла с семьёй, которую здесь считали образцовой. Мы выходили с собакой, а они выходили гулять. Он на руках держал ребёнка. Потом они зашли домой, я видела, и всё. Мать и трое детей утром выходного дня почувствовали недомогание. Приехавшие врачи скорой помощи поставили диагноз – пищевое отравление. Но ехать в больницу семья отказалась. На следующий день всем стало ещё хуже. Возобновились те же жалобы, уже жаловались четверо членов семьи. Одному из детей уже при поступлении в инфекционную больницу состояние очень сильно ухудшилось. Ему начали проводить реанимационные мероприятия. Но, несмотря на проведённые мероприятия, ребёночек умер. По предварительной версии, семья отравилась пельменями, купленными в магазине. Но потом родители сообщили, что, возможно, в квартире не был закрыт вентиль газового баллона. Девятимесячного ребёнка тут же перевели в центр гиперболической оксигенации. Там малыш умер. После тщательного анализа на месте прощества фактов отравления угарным газом не зарегистрировано. Полностью наши сотрудники туда выехали, посмотрели, поговорили полностью. С соседом мы разговаривали. Там запаха по газам или угарным газам там не выявлено. Но дом, в котором живёт семья, находится в зоне риска. Здесь нет центральной газификации. Люди на свой страх и риск покупают газовые баллоны. По данному факту проводят расследование. Сейчас изымают пельмени местного производителя, которые ели погибшие. Специалисты Управления здравоохранения также проверят, правильно ли была оказана медицинская помощь семье. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар-24. К евровидению готов. Ержан Максим уже скоро отправится в польский Гливице для участия в международном песенном конкурсе. Это музыкальное событие произойдёт 24 ноября. Участвуют в нём молодые таланты от 9 до 14 лет. Для Казахстана это второй опыт. В прошлом году нашу страну представляла Данелия Тулешева. Ержан Максим, на этот раз защищающая честь страны, исполнит композицию Арманын Нан Калма, не оставляя ничто. Подготовка к конкурсу идёт полным ходом. По условиям участник должен без фонограммы исполнить трёхминутную композицию, которую нигде ранее не исполняли. Отмечу, впервые детское Евровидение состоялось в 2003 году в Копенгагене. В этом году в нём участвуют молодые исполнители из 19 стран. На территории Казахстана конкурс будет транслировать телеканал Хабар. Агентство с января 2016 года является ассоциированным членом Европейского обещательного союза, организующего конкурс, что позволило выдвинуть кандидата на участие от страны. Проснувшись сегодня, я зашла на страницу своего воспитанника Ержана. Там он делится своей мечтой. Это Андрея Бачели. Куда бы он ни пошёл, что бы ни слушал, он всегда о нём говорит. Этот исполнитель его вдохновляет. И, конечно, Дюмаш Кудайбергенов. Он очень помогает Ержану, подсказывает в чём-то. В целом, его участие в Евровидении – очень радостное событие. И на этом всё. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин